МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На 12-м канале час новостей в студии Анна Кокорина. Коротко о главном. Больше не до шуток. На асфальтовый завод под руководством Айка Петросяна завели уголовное дело. Обмен опытом через соцсети в Омске стартовала традиционная выставка Агро-Омск. Вручную поставили на колеса. Неравнодушные водители спасли шофера и его перевернувшийся фургон. Больше, чем просто бег. Бежалось здорово, конечно, нам понравилось. А мячам, преодолевшимся российский онлайн-полумарафон за бег, вручили первые медали. Ушла с пустыми лапами. По цветочному магазину прогулялась белка. 111 новых случаев COVID-19 зарегистрировано сегодня в Омске. Статистику обновил региональный Минздрав. Теперь в числе тех, кто встретился с опасной инфекцией, 6524 человека. Выросло и число погибших. Скончался еще один пациент. Выздоровело за сутки 90 мячей. Ну а в целом по стране сегодня 5 475 новых случаев коронавируса. В 84 регионах излечились с начала пандемии более 620 тысяч россиян. И к другим темам. Уголовное дело на асфальтовый завод в горячем ключе все-таки завели. Об этом сообщили в региональном следкоме. Асфальто-смесительная установка с 2019 года и до начала июля нынешнего выбрасывала в атмосферу бензопирен, оксид углерода и другие загрязняющие вещества в огромных количествах. После многочисленных жалоб о мячей, внеплановую проверку организовало региональное министерство экологии. Предприятиям заинтересовались и в прокуратуре. Ранее прокуратура уже выявляла нарушение требований законодательства об охране атмосферного воздуха и направляла в суд исковое заявление с требованием об устранении. Несмотря на вступившее закону силу решения суда, на предприятии вновь было выявлено многократное превышение фактического количества загрязняющих веществ. В настоящее время следственными органами расследуются данное уголовное дело и ход расследования находится на контроле прокуратуры. Руководству завода грозит многотысячный штраф. Кроме того, предприниматель может лишиться права занимать определенные должности на срок до пяти лет. Тем временем гейзеры из химикатов заметили на АМИ. Эти кадры блогеры опубликовали в соцсетях. Пояснили, видео засняли в районе одного из крупнейших промышленных предприятий региона. Желтый фонтан бьет из глубины, присутствует и специфический запах. Кадры 12 канал направил в Росприроднадзор. Прокомментировать ситуацию в ведомстве пока не могут. Мы продолжим следить за развитием событий. Изменила формат, но не цели. Выставка «Агро-Омск» сегодня открылась в областном экспоцентре. Впервые за 18 лет мероприятие проходит без посетителей и больших экспозиций сельхозоборудования в парке на Королево. Из-за эпидемиологической обстановки все встречи и дискуссии перевели в онлайн. Сегодня с приветственным словом к участникам обратился губернатор Александр Бурков. Как подчеркнул глава региона, Омск по праву считается житницей Сибири. В 2019-м аграриям удалось нарастить производство муки, крупы и мяса, а общий объем экспорта продукции и сырья составил почти 200 миллионов долларов США. Кроме того, опыт, накопленный местными фермерами, могут перенимать не только российские, но и зарубежные сельхозпроизводители. В прошлом году, несмотря на введение в одной трети муниципальных районов режима ЧАЭС в связи с переувлажнением почв, нам удалось собрать более 3 миллионов тонн зерна. Это 15-е место в России и второе в Сибирском федеральном округе. В этом году погода, наоборот, жаркая и засушливая. Часть посевов уже погибла. Но я верю в наших аграриев, и планку в 3 миллиона тонн зерна мы не снизим. Подключиться к онлайн-конференции может спикер из любой точки мира. Ну а для тех, кто скучает по атмосфере выставки, организаторы подготовили прямую трансляцию, покажут, как работают технические новинки, а они действительно впечатляют. Мы выбрали те хозяйства, где применяется эта техника новейшая, может быть, даже в единичных инцеплярах у нас в области. И они сегодня дают оценку и говорят. А любая аудитория имеет возможность задать вопрос, уточнить и понять по ней нюансы, которые захочет. Выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет уже оформили родители 50 тысяч юных амичей. Общая сумма поддержки составила 1 миллиард 700 миллионов рублей. Размер пособия чуть более 5 тысяч рублей. Главное условие его получения – так называемый критерий нуждаемости. В Омской области он составляет 10 247 рублей на человека в месяц. Большая часть заявлений от Амичей поступила через портал государственных услуг. Однако не все жители региона могут оформить выплату онлайн, поясняют специалисты. Например, если свидетельство о рождении ребенка было получено в другом государстве, родителям придется подать заявление в многофункциональном центре. Все подробности можно уточнять по телефону. Номера горячих линий на ваших экранах. Превзошли все ожидания. Список омских стобальников снова пополнился. Стали известны результаты ЕГЭ по химии и обществознания. По точной науке максимальный балл набрали сразу 8 учеников. Еще двое на все 100 справились с обществознанием. Таким образом, теперь в числе стобальников 62 мяча. И это не окончательные результаты. Чуть позже подведут итоги по биологии и иностранным языкам. В Омскую область возвращается жара. Такие прогнозы дают синоптики. На то, чтобы насладиться комфортной погодой, у горожан еще есть пара дней. В четверг и пятницу днем температура воздуха составит около 22 градусов тепла. Обещают и кратковременные осадки. В пятницу, возможно, гроза. А вот на выходных градус начнет расти. В субботу обещают до плюс 27. А следующая рабочая неделя начнется и вовсе с 30-градусной жары. И такая знойная погода, по всей вероятности, задержится в регионе надолго. Оказался под каблучком на перекрестке 21-й Амурской и Завертяева произошла авария. Столкнулись Приора и синий фургон. Причем удар оказался такой силы, что последний перевернулся. Водители, оказавшиеся рядом, бросились на помощь мужчине. К счастью, он не пострадал. После того, как владельца авто вызволили, очевидцы помогли ему разобраться и с машиной поставили ее на колеса. Все это сделали своими силами, без спецтехники, что лишний раз доказывает. Автолюбители могут не только устраивать конфликты в пробках, но и вовремя приходить друг другу на выручку. Призыв о помощи услышали даже в далеком буддийском храме в Таиланде. Большущий всем привет из страны солнца и улыбок, из Таиланда. Так уж получилось, что я вместе с парой своих друзей застрялись здесь во время коронавируса. Но может быть это и к лучшему, потому что сегодня мы побежим за добро. Меня зовут Никита, я родом из Омска. Это мой друг с очень русским именем Игорь, но он совсем не из России. Вместе со своими друзьями Амич присоединился к акции «На бегу добро», организованной в поддержку Дома радужного детства. Парни сейчас живут в семье тайландского монаха, которому помогают по хозяйству. Забег стал еще одним добрым делом. К мужской компании присоединилась и девушка с Филиппин, ее зовут Моника. Общая дистанция, которую преодолели бегуны, 4 километра. Впрочем, цель, как говорят участники марафона «Добра», не в преодолении расстояний. Цель этого видео – познакомить вас с деятельностью организации «Радуга» и с ее выполнением обычной такой акции «На бегу добро». Видеообращение парень выложил в своем блоге. Возможно, его примеру решат последовать и другие туристы. Напомню, всероссийскую акцию «На бегу добро» в поддержку детского хосписа «На мечи» запустили 1 июня. Участникам предлагают пройти, пробежать или проехать на велосипеде определенное количество километров. А затем на сайте благотворительного центра перевести расстояние в рубли. На вырученные деньги приобретут лекарства и специальное питание для тяжелобольных детей. Акция уже нашла отклик в сердцах многих людей. Так забег во благо устроил паралимпиец Павел Трофимов. Собрать пока что удалось чуть больше 100 тысяч рублей. Помочь взять дистанцию в 3 миллиона может любой желающий. И вот какие материалы наши корреспонденты готовят к итоговому выпуску. Смотрите в 19.30. Когда дачник дачнику не друг. Вот уже почти неделю урожая огородников сибирского садовода номер 2 горит на корню. Проток, из которой вода поступала на грядки, из-за жары пересохла. Спасать каждое растение людям приходится вручную. До 12 ночи таскать воду с колодцем. Это просто невыносимо. На выручку могли бы прийти соседи, подключив дачников к водоснабжению своего СНТ. Однако вспомнили старые обиды и теперь ссылаются на изношенность труп. Удастся ли садоводам договориться, в спорном вопросе разбиралась Анна Черных. Любовные страсти с родним мексиканским и кровное родство с самым дружелюбным тигром планеты, дальневосточным Амуром. Интересные факты из мира полосатых хищников озвучили в Большереченском зоопарке. Сегодня там, как и во всем мире, отмечает День тигра. Главным подарком питомцам должен стать переезд в просторные вольеры. Новоселье назначено на сентябрь. Мы планируем в этих вольерах сохранить природный грунт, деревья, плюс там будут замечательные водные бассейны. Кстати, впечатляют посетители не только сами кошки, но и их судьбы. Почему в борьбе за семейное счастье тигрице Азии пришлось пойти против природы, кем красавец-шаман приходится популярному в сети тигру Амуру, и как кровные узы сказываются на характере других членов семьи, тигрины истории в материале Дарья Шадриной. Депутаты из Тюкалинска, которые избил пенсионера, признали виновным. Теперь народный избранник должен заплатить штраф в 5000 рублей. 12 канал, напомню, рассказывал об этой истории. Она произошла в марте. Депутат Тюкалинского райсовета Александр Тришин с кулаками набросился на сотрудника автозаправочной станции. Мужчина только оправился после второй операции на сердце, как вновь угодил в больницу. Врачи долго пытались стабилизировать его состояние. Тем временем стали появляться интересные факты о нападавшем. Оказалось, народный избранник был судим. Пять лет провел в тюрьме за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Тришин увлекался рукопашным боем, поэтому удар у него поставлен. Многие годы был приверженцем коммунистических идеалов. Кстати, глава местных красных Виктор Титаренко, он же по совместительству друг Тришина, заявлял тогда, что поддерживает своего соратника. Когда диагноз не приговор, а повод бросить вызов самому себе. Это доказал 26-летний амич Сергей Каралло. Парень стал мастером спорта международного класса по стритлифтингу, имея диагноз ДЦП. На брусьях и перекладинах выполняет сложнейшие элементы. Говорит, вдохновили достижения зарубежных спортсменов. Решил, что может так же. По плечу спортсмену-самоучке оказался и мировой рекорд в классических отжиманиях. Теперь готовится к королеве спорта. Там намерен получить мастера уже по армрестлингу. Никита Гайдаша о грандиозных планах человека сильного духом и телом. На площадке по воркауту Сергей завсегдатый. Тренируется практически каждый день. Еще в детстве мужчине поставили страшный диагноз – ДЦП. Сейчас в это верится с трудом. Гири силач может поднять даже зубами. Спорт помог Сергею буквально встать на ноги. Заниматься начал еще будучи шестилетним мальчиком. Для тренировок использовал кирпичи и бутылки с водой. А комплексы упражнений позаимствовал у Брюса Ли и Чака Норриса. Смотрел фильмы. Буквально за год научился держать равновесие, укрепил мышцы ног. Тогда же сделал и свой первый в жизни шаг. А в 2019-м поставил рекорд России в классических отжиманиях до 56 килограммов. Взял вес в 77,5. Люди просто боятся попробовать. И просто у них нет веры в себя. Я стараюсь им эту веру привить, чтобы они ее развивали в себя. Это большая работа над собой. И когда ты будешь верить в себя, то в принципе у тебя все начнет получаться. Не важно с инвалидностью ты или без инвалидности. Каждый просто должен какую-то месту в голове иметь и к ней идти. Истории своих подвигов спортсмен рассказывает в интернете. Снимает ролики для ТикТока и Инстаграма. Показывает сложнейшие элементы воркаута. Каждое видео сопровождает вдохновляющими цитатами. У блогера десятки тысяч подписчиков. И сотни благодарных комментариев. Выше, выше, братан. Еще чуть выше. Ееееееет. Сейчас силач готовится к королеве спорта. Если позволит эпидемиологическая обстановка, праздник пройдет в Любинском районе уже в конце августа. Там Сергей планирует получить звание мастера спорта по армрестлингу. А в будущем не прочь попробовать себя в бодибилдинге и покорить подиум атлетического конкурса. Никита Гайдаш, Софья Халиулина и Денис Лопарев. 12 канал. Непризнанные художники в Новосибирске задержали омских граффитистов, которые разрисовали электричку. В качестве холста юные дарования решили использовать состав, который стоял на станции «Татарская». Романтическими надписями и даже автографами украсили несколько вагонов. Не пощадили кабину машинистов. Одну из граффити разместили прямо на лобовом стекле. Творили художники ночью и, по всей видимости, так устали, что уснули на одном из перонов, где их обнаружили полицейские. Энтузиастов задержали. Ими оказались два мяча. В родном городе они нередко разрисовывали стены, но делали это легально. Что толкнуло парней на такой хулиганский поступок, неизвестно. Илья Михеев отметился заброшенной шайбой в матче между Торонто Maple Leafs и Montreal Canadiens. Это была контрольная встреча перед возобновлением сезона НХЛ. Экс-ястреб забил уже на 33-й секунде, получил пас во время контратаки и точно бросил в касание. Торонто переиграл соперника со счетом 4-2. Отмечу, что ранее воспитанник комского хоккея был признан лучшим игроком кленовых листьев в серии из пяти двухсторонних матчей, по мнению канадских журналистов. Напомню, Михеев не играл около трех месяцев после операции на сухожилие запястья. Сейчас он включен в окончательный список из 30 игроков Торонто, которые примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли. В плей-офф листья начнут серию против Columbus Blue Jackets. А мячи, преодолевшие три километра всероссийского онлайн-полумарафона, получили первые медали. Это почти две сотни спортсменов-любителей и профессионалов. Покорили дистанцию и именитые легкоатлеты, победители главных забегов страны. Кстати, установить свой личный рекорд по-прежнему может любой желающий. На старты в Омске выйдут больше тысячи человек, они уже оформили заявки. Максим Гречанин пообщался с теми, кому уже скоро вручат награды. Регистрацию участников онлайн-забега ведут в Омской крепости. Здесь же, как говорится, не отходя от кассы, некоторые бегут трешку. Выбрать можно и любую другую зону. О том, где именно можно установить свой личный рекорд, рассказывают волонтеры. Кто-то бежит индивидуально. Устраивают омичи и пробежки в компании, как эта группа в ярко-красных футболках. Главное стартовать с хорошим настроением и не потерять его вплоть до финиша. Бежалось здорово. Конечно, не такая атмосфера, когда бежит несколько тысяч человек. Но все равно мы пока бежали, мы соблюдали дистанцию. Полтора метра друг от друга обязательно. То есть, ну, в целом, нам понравилось. Преодолеваем расстояние в 6 километров по городу. На машине не бегом. И вот мы уже на стадионе Сибгувк, где тренируются Михаил Кульков и Александр Бутромеев. Бегуны, чьи имена широко известны за пределами нашего региона. По словам ребят, отмена марафона выбила их из колеи. Впрочем, не настолько, чтобы перестать бегать. Подготовка – это долгий, особенно если мы говорим о длинных бегах, о марафоне, по марафоне. То там подготовка достаточно продолжительная по времени. И даже если марафон, сам марафон не состоится, мы все равно будем рассматривать контрольные забеги. Вот на этой неделе мы планируем бежать в два дня. Прям полноценные марафоны. В Омске же планировалось проведение Кубка России по марафону. И ждался такой хороший состав участников, с которыми можно было помериться силами. А сейчас праздник спорта не состоится. И будем ждать следующего случая, когда Омск сможет принять большое количество сильных бегунов и показать высокие результаты на трассе марафона. Трехкилометровые забеги в рамках сибирского международного марафона стартовали в понедельник. А уже со среды все те, кто преодолел эту дистанцию, могут получить честно завоеванную, добытую вот такую красавицу медаль. На аверсе у нее изображен сапсан. Ну а что касается реверса, то здесь контуры нашей страны. Все регионы, которые принимают участие в забеге 2020 года. Для большинства участников СИМа выход на дистанцию – это не просто очередная тренировка. Это… Больше, чем просто бег! Максим Гречанин, Павел Ромость, 12 канал. Ушла без покупок. В соцсетях появилось забавное видео. В один из цветочных магазинов Омска заглянула белка. На кадрах видно, как необычная гостья изучает ассортимент. Заинтересовали их в статуе растения в горшках. Чтобы добраться до них, зверек смело перескакивал с полки на полку. Продавцы даже забеспокоились, не уронит ли белка цветы. К счастью, все обошлось. Не стала посетительница и пробовать товар на зуб. Ушла с пустыми лапами, как в комментариях пошутили некоторые пользователи. Обслужить клиентку отказались, так как она не соблюдала масочный режим. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях, ВКонтакте, Инстаграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Итак, завтра 30 июля в регионе переменная облачность. В Омске ночью плюс 12-14, дневная температура плюс 20-25. В районах ночью 8-11 выше нуля, в дневные часы до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. На этом пока все новости. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин